Первое. Я не говорил, что США представляют для нас угрозу. Вот президент Обама, как вы сказали, считает Россию угрозой. Я не думаю, что США для нас представляют угрозу. Я думаю, что политика правящих кругов, как, извините, употреблю такой штамп, что политика правящих кругов является ошибочной. Уверен, что она противовечит и нашим интересам, подрывает доверие к Соединенным Штатам и в этом смысле наносит и Соединенным Штатам определенный ущерб. Подрывает к ним доверие как к одному из глобальных лидеров и в экономике, и в политике. Ну, можно, конечно, многие вещи замалчивать, но я же уже говорил об этом. И вот Доминик об этом вспоминал. Действия в одностороннем порядке и в последующем поиске союзников, создания коалиции, после того, как все сделано. Но это ведь не способ договориться, правда? Это односторонние действия. И они применяются постоянно в текущей политике Соединенных Штатов. И приводят к кризисам. Я тоже об этом сказал. Вот президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну, а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Ассадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего? Разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Меня даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет сил и возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть сбивать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции. Сразу же перетекла в ИГИЛ. Потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика. Без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Мы поддержали. Дали оружие. А завтра половина боевиков оттуда ушла и перетекла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть пораньше? Вот мы против такой политики в Соединенных Штатах. Мы считаем, что она ошибочно. Наносит ущерб всем, в том числе и вам. Что касается учета наших интересов, то нам бы очень хотелось, чтобы такие люди, как вы, возглавили в Государственный департамент. И может быть тогда удастся как-то изменить ситуацию. Если этого не произойдет, я бы очень вас просил довести это до наших партнеров, и до президента Соединенных Штатов, и до госсекретаря, до других ответственных лиц. Что мы не хотим, мы не ищем никакой конфронтации. Но вы считаете, что нужно уважать наши интересы, и многие вещи, они отрегулируются. Но это нужно сделать не на словах, а на деле. Уважать интересы других, с уважением относиться, это значит, что, как я уже говорил в своем выступлении, нельзя дожимать, используя свои исключительные положения в экономике, где-то в военной сфере. Понимаете, во всем. Ну хорошо, в Ираке там воюют, плохо. В Ливии там все довели до того, что вашего посла убили в Ливии. Мы что ли это сделали? Приняли решение в свое время с этой безопасностью. О чем? Значит, бесполетную зону сделать. Для чего? Для того, чтобы не могли летать самолеты Каддафи и бомбить боевиков. Тоже, считаю, не самое лучшее решение. Ну ладно. А что на самом деле сделали? Начали сами наносить удары, в том числе и по территории. Явное грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ОН. Практически агрессия без всякой резолюции. Это мы что ли сделали? Это же вы сделали своими руками. А закончилось чем? Убийством вашего посла. Кто виноват? Сами виноваты. Вот это хорошо для США, что посла убили. Ужасно. Страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно наоборот подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из вот этих имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской. Мы никогда не забудем того, как мы помогали Соединенным Штатам в обретении независимости. Мы никогда не забудем нашего сотрудничества и союзничества в Первую и Вторую мировую войну. И я полагаю, что глубинные стратегические интересы американского народа, российского народа во многом совпадают. И нужно опираться вот на эти взаимные интересы. Продолжение следует... Продолжение следует...